Помните, показывала, где у меня много-много разных дел прописано, какие нужно сделать? Одно из них было разобрать аптечку. Вот это у меня полка, где у меня есть всякие разные лекарства. В идеале, конечно, вообще-то этих полок быть не должно. Мы должны быть здоровы, никакие таблеточки нам не нужны, потому что одна таблетка лечит, другая калечит, ну, сами знаете. Но у меня, я считаю, это ещё немного. Тут у меня вот это всякие нитки-иголки тоже лежат. Потому что места много, надо как-то комната одна, пространство использовать полностью. Тут у меня, когда животное моё болело, надо было ей делать игольчики. Ну и для анализ вот такие дешёвые есть фикс прайс, когда-то вступала. Бинты, пластыри, градусник. И вот это у меня я прям разложила, у меня тут, видите, немного я просто разложила по истечению срока годности. Я многие даже вообще не помню, откуда, для чего. Вот, ну ладно, будем выкидывать, когда потребуется выкинуть. Разложила, так вот будет удобно смотреть, что когда истекают сроки. Вот они мне прям по порядку идут. Вот, поэтому тоже разберите, а то, может, вы даже вообще уже используете то, что и срок годности давно вышло. Ну и старайтесь по минимуму всех этих лекарств. Почему мой эублефар ведёт себя как бананы-ед? Малюша? Да радуйте. Сегодня просто кое-как заставила себя пойти в тренажёрный зал. И даю совет, как не слиться. То есть, если вы, например, с кем-то ходите, то просто договаривайтесь заранее с этим человеком, что вы сегодня всё точно пошли. Тогда у вас будет меньше шансов слиться. У меня, как это, я одна хожу, поэтому я просто написала тренеру, и я говорю, есть ли возможность сегодня не прийти в зал? Он такой, да, приходите. И всё, и ты уже как бы договорилась, уже не получится не прийти. Вот, поэтому имейте в виду, если есть вот такой момент, то есть кого-то приплести к этой ситуации, чтобы не слиться. Позанималась, когда очень долго не занимаешься, и потом приходишь, это бывает очень сложно. Мне кажется, даже немножко так потянула мышцы в левой руке. Ну, посмотрим. Туда поехала на метро, обратно пешочком прошлась. Хотя надо лучше наоборот, потому что пропотеешь в зале, ветерок-то прохладненький, лучше, конечно, наоборот туда пешком, а обратно на метро добираться. В идеале, конечно, и туда, и туда пешком. Но очень много времени занимает. Вот, и, значит, пришла, сразу поела. А, и, кстати, пока без доставов, потому что у меня вот то, что я себе выделила на покупке еды, эти деньги уже закончились. То есть я жду зарплаты, у меня будет 9-го, по-моему. Ну-ка. ЗВ будет, а, 8-го будет зарплата. Обычно 10-го, после выполнен выходной, поэтому будет 8-го. И 11-го будет премия еще. Поэтому пока просто то, что у меня уже куплено, то я и ем. Это, кстати, очень классно, потому что бывает даже, если я там покопалась, я нашла там халву, я про нее вообще уже забыла. Ну, классно, когда там разгребаешь свои все эти продукты и подъедаешь то, что уже есть, а не набираешь, набираешь, набираешь бесконечно. Забрала, зашла стильки из Озона. Я на работе хожу в ботинках, купила новые стильки. Сейчас покажу. Цвет черные камешки. Стильки для обуви, суперфит, анатомические, мягкие. Мужские, женские, дышащие. Нет этого китайского запаха, слава богу. Прикольные, да? Похожу, расскажу, как они. Оксанка на выходные позвала на водопады и что-то там еще, я не помню. В общем, я отказалась, потому что пока по земле не очень много. То есть не то, что у меня денег нет, а то, что там 4 тысячи будет это стоить все дело. Поэтому я отказала. Я думаю, дороговато. Пусть пока у меня подкопятся деньги. Мне очень понравилась одна комната на ЦАН. Сейчас я вам ее покажу. Посмотрите на эту комнату. Вот она, 20 квадратов. Огромная комната. 3,5 миллиона. Ну, цена за метр так, 171, дороговато. Ну, буду отслеживать. Но в целом случае она до 2,5 вряд ли упадет. Такая печалька, печалька. И вот, смотрите, сосед. Сосед один, одинокий мужчина. Идеально так. Что у нас тут еще идеально? Нотариальные отказы получены. Подходит под ипотеку любого банка. Ну, то есть никаких проблем там с комнатой нет, да? Эх, как только что-то хорошее. Так, значит, по деньгам я не умещусь. Еще сегодня посмотрела одно из видео на канале Wall Street Pro. И там он очень уверенно, не помню, как его зовут, очень уверенно говорил о том, что все, YouTube закрывают. Знаете, прям настолько бывает же, просто там вот ходят разговоры, что YouTube закроют. Нет, он прям все, YouTube точно закрывают. Чуть ли не как будто он сам, знаете, идет его закрывать. Так что, если что, имейте в виду, что у меня есть канал на Яндекс.Зен, чтобы мы были с вами на связи, и Телеграм-канал. Но там я ничего не выкладываю, потому что живу не по распорядку дня, и времени иногда не остается. Эх, может быть, когда-нибудь займусь этим. А, еще хотела в воду хейта, да, сказать то, что кто-то там обижается на комментарии, кто-то не обижается. На самом деле, мое мнение, что очень сложно обидеть тех в комментариях, кто долгий период времени жил в интернете. Вот по-другому не скажешь. У меня был такой период, когда такие моменты, когда какие-то проблемы на работе, там, в личной жизни и так далее, ты погружаешься, выбираешь другую реальность. И поэтому я это имею в виду, то, что жила в интернете. А не то, что я сидела в интернете и ничего не делала. Надеюсь, вы поняли. То есть просто как бы ты от проблем, от своих, уходишь в виртуальную реальность. Это все было в ВКонтакте, естественно, в то время, я помню. И были группы, где было очень много конфликтов, чуть ли не каждый день. Там люди заходили, в принципе, за тем, чтобы пообщаться, получить какие-то эмоции. Ну, кто зачем, естественно. Вот. И я помню, что я настолько уже понимала, кому что сказать, кто на что обидится, кто на что не обидится. Уже ты понимаешь психологию человека максимальную. А вот. Сейчас я слава богу и только... Я, в принципе, даже не помню, когда я ВКонтакте с кем-то переписывалась в группах. Это мне было уже миллион лет. А вот я говорю, что был период, когда я там жила. И вот для тех, кто вот так вот долгое время жил в интернете, вот этих людей обидеть, мне кажется, просто невозможно. Чтобы какой-то там неизвестный мне человек мог меня вот прямо задеть и обидеть. Нет. Это невозможно. Плюс сейчас еще, видите, возраст. То, что ты уже понимаешь, что какую-то полную фигню тебе можно написать только, ну, какой-нибудь, я не знаю, школьник, может быть. И то, как бы, Ютуб, если это будет просто оскорблением, Ютуб это заблокирует. То есть, честно, я не знаю, вот что можно прямо задеть. Наверное, может быть такой комментарий, который будет просто неприятен. Но так, чтобы ты прямо не могла после этого комментария заснуть, наверное, нет. Возможно, еще, знаете, что причина то, что я знаю свои недостатки. Я их знаю. И в чем плюс, то, что все вот эти мои недостатки, которые у меня есть, их можно корректировать при помощи денег. То есть, есть над чем работать, я это знаю. Но это поправимо. Самое главное – здоровье. Чтобы было здоровье, все остальное решается деньгами. Спасибо.